И очень приятно опять же быть снова. Сегодня последний вечер. Мы используем следующих два урока, чтобы пройти по нашим конспектам. А на третьем уроке мы за 15 минут сделаем осмотр, обзор нашего курса. И тот, кто готов, может приступить к экзамену. Если вы не готовы сдать тест, который на самом деле очень простой. Да, если вы не будете готовы, то у вас будет это сделать другая возможность позже. То есть, кто не присутствовал на всех уроках. Итак. Между прочим, после того, как мы вернулись... После того, как мы вернулись после прогулки, он проверил свой имейл. И было письмо, которое пришло с Варшавы, от Аха-Анны. И она попросила, чтобы передать все ее поздравления на Шаббат. Поэтому Шаббат шалом от Ани Шайноги. И давайте переступим сейчас в 7а в наших конспектах. И мы только что уже закончили общение на тему 7 причин воскресения Иешуа. И теперь мы приступим к вопросу вознесения Иешуа на небеса. И что Он делает сейчас там. И точнее, что Он делал там в течение последних двух тысяч лет. И мы видим, что Он воскрес на утром воскресения. Если мы это увидим, если мы прочитаем Деяния 9 главу с 9 по 11 стиха. Одиннадцатый стих. И сказали, мужи галилейские, что вы стоите и смотрите на небо? Сей Иешуа, вознесшийся от вас на небо, придет таким же образом, как вы увидели Его восходящим на небо. И мы знаем, что Иешуа вошел в Святое Святых. Небесное Святое Святых. Когда мы смотрим назад на наставление, которое Бог дал Моисею в книге «Левит» и «Исход», согласно строению храма, Бог дал ему такой эскиз или образ, на что был похож храм на небесах. И земное святилище должно было действовать таким же образом. И когда Иешуа вознесся на небеса, он вошел как первый священник, Гохейн Хагадоль, и взял свою собственную кровь, Агнеца Божьего, и зашел в Святое Святые на небесах, и воссел на жертвенник, чтобы Бог мог высвободить прощение всем, кто будет доверять Иешуа, верить в Иешуа. И мы видим в Евреям в 9 главе, что Иешуа вошел в небесное святилище. И то, что мы видим, что описано в 9 главе, то, что Иешуа должен сделать. И мы прочитаем Евреям 9 глава, с 19 по 24 стих. «Ибо Моисей, произнеся все заповеди по закону пред всем народом, взял кровь тельцов и козлов с водой и шерстью, червленой и есопом, и окропил как саму книгу, так и весь народ, говоря, это кровь завета, которую заповедал вам Бог, также окропил кровью и скинию, и все сосуды богослужебные. Да и все почти по закону очищаются кровью, и без пролития крови не бывает прощения. Итак, образы небесного должны быть очищаться сими, самое же небесное лучшими сих жертвами. Ибо Христос вошел не в рукотворное святилище по образу истинного, но в самое небо, чтобы предстать ныне за нас пред лицо Божие». Мы также видим в два церкви, что Ишуа — это первый плод. Первые плоды того, кто вознесся на небеса. Когда мы отсутствуем от наших тел, мы присутствуем с Господом. И даже, как Он воскреснет сначала, Он также тот первый, кто попал, был вознесен на небеса. И теперь два Б. Мы увидим окончательное вознесение на небеса, на облака. И теперь время пребывания Ишуа на небесах. И один церковь — это осуществление универсального авторитета. И мы знаем, что Ишуа сейчас сидит по правую руку Творца на небесах. И оттуда Он исполняет такую вселенную власть. И давайте прочитаем, что написано в Матфея 28 глава, 18 стих. «И вся власть на небесах и земле принадлежит Ишуа. И приблизившись, Иисус сказал им, «Дана Мне всякая власть на небе и на земле». И это соответствует тому, что мы вчера прочитали, Колоссянам 1 глава, 16 по 17 стих. И Ефесянам 1, 20. «Который Он воздействовал во Христе, воскресив Его из мертвых и посадив Одесну из Себя на небесах». И также 21 стих. «Превыше всякого начальства и власти, и силы, и господства, и всякого имени, именуемого не только в 7 веке, но и в будущем». Итак, у Ишуа вся власть и вся сила на небесах. И у Него есть власть над всем, что было названо на земле. Не только в настоящем времени, но во всей вечности. Он Творец, Господь всей Вселенной. И Бог положил все под Его ноги. И мы двигаемся к Двадце. Он глава над всем Божьим народом. Иными словами, мы не можем просто избежать Ишуа. Мы не можем принять любую человеческую силу вместо Него. Нету другой духовной силы на Него месте. Но также все было положено под Его ноги. И Он глава Божьего народа, Кейлы. Первая глава и Ефесянам с 22 по 23 стих. «И все покорил под ноги Его и поставил Его выше всего главой общины, которая есть тело Его, полнота наполняющего все во всем». И первая к Колоссянам 18 глава. 18 стих. «И Он есть глава тела. Он начаток, первенец из мертвых, дабы Ему иметь во всем первенство». С этого, как бы, небесного престола, и с того места, где Он сидит по правой руке от Создателя, Он высвобождает дары своей общине, Кейли. Он дает такое провозглашение Духа Святого по местной общине. И мы находим, мы видим эти дары, которые даны общине в 1 Коринфянам 12 глава. И мы помним эти девять даров, которые там указаны. Слово мудрости, слово знания, пророчества. Языки, их толкование, исцеление. Все списки из девяти. Мы также видим, что в Римлянам 12 главе Он дает такие административные способности общине. И вот эти наши способности, которые даются общине, И когда Ешуа глава, члены, это тело, Он готов управлять поведением общины, надавать силы и использовать для Божьей славы. Итак, есть духовные дары, которые есть в 12 главе 1 Коринфянам, и есть административные дары, которые находятся в Римлянам 12 главе. Но также в Ефесянам 4 главе там сказано, что Бог дал Божьему народу апостолов, пророков, евангелистов, пастырей и учителей. Пастыря и учителя — это одно. На греческом оно как бы соединено. Итак, это не пятикратное служение, но четырехкратное. Апостолы, пророки, евангелисты, пастырь и учитель — одно. Они идут вместе. Итак, пастырь также должен быть духовно снаряжен, чтобы учить эффективно. Но все эти дары, они являются сокровищем, которое Иешуа дал своему народу, чтобы дать им силы и дать возможность вести их служение. чтобы они сотрудничали с Иешуа и распространяли Царство Божие. Давайте посмотрим 4C. Он — ходатай. И Евреям 7.25. «Посему и может всегда спасать приходящих через Него к Богу, будучи всегда жив, чтобы ходатайствовать за Них». И также Римлянам 8.34. «Ибо я уверен, что ни смерть, ни жизнь, ни ангелы, ни начало, ни сила, ни настоящее, ни будущее». One minute. 34 стих. «Ибо кто осуждает? Христос Иисус умер, но и воскрес. Он и Одесную Богу, Он и ходатайствует за нас». Иешуа живет вечно, чтобы ходатайствовать за нас. Он представляет наши ситуации, дела перед Отцом. И с Его позиции, которая есть от правой руки, Он делает ходатайство за нас. И как Он ходатайствует за нас? И мы видим это в 5C. Он тот, кто защищает, как адвокат. То есть, Он как адвокат. Он приносит наше дело перед Вечным Судом. И когда мы приходим перед Господом, имея грех, и мы просим Бога простить нас, и какое будет такое правильное решение, чтобы нас простить? И мы знаем, что Бог не прощает по той причине, что у Него хорошее настроение. Или Он просто такой дедушка, который сидит на троне. Но должна быть причина, или правильная причина, чтобы простить грех. И Ишуа, Он просит, чтобы Бог простил нас на основании Своей жертвы. И когда Отец, Он смотрит на жертву Ишуа, Он имеет возможность простить нас. И 1 Иоанна 1,9. Если исповедуем грехи наши, то Он, будучи вверен и праведен, простит нам грехи наши и очистит нас от всякой неправды. И это очень важный стих в 1 Иоанне. Потому что Иоанн выступает против группы еретиков, которые называются Досатус. Которые возникли в конце 1 века. Они говорят, что Ишуа не пришел во плоти. Он был как призрак, который был, поселился в кого-то другого. И вместо того, чтобы быть распятым, Он просто сбежал, как тот призрак. И, возможно, кто-то другой был распятым. Но это не был Ишуа, Сын Божий. Это не был тот, кто показал образ Божий. Это было для них очень сложно. Но Иоанн здесь сказал, что нам нужно осознавать, что Ишуа сделал реальное жертвоприношение. Он пришел во плоти. Его плоть была на кресте. Его плоть умерла. Его тело умерло. Его тело коснулся Дух Святой. И тело оно снова ожило. И воскресенье оно реально. Реальное для Ишуа. Таким же, как оно и будет для нас. И если мы исповедуем грехи наши, на основании Его крови, жертвы крови, Он верен и праведен, чтобы простить наши грехи и освободить нас от всей неправды. И мы идем к 2 главе, с 1 по 2 стих. И мы прочитаем. «Дети мои, сие пишу вам, чтобы вы не согрешали. А если бы кто согрешил, то имеем ходатая пред Отцом, и шо миссии праведника. Он есть умилостивление за грехи наши и не только за наши, но и за грехи всего мира». И здесь используется очень интересное слово. «Он есть умилостивление за грехи наши». Что это означает, что Он есть умилостивление за наши грехи? Мы говорили вчера, когда Ишуа пришел к месту казни, что весь такой Божий гнев был высвобожден на Него. Вся злость, весь гнев Божий насчет греха высвободился на Ишуа. И Он принял всю тяжесть греха. И Он заплатил эту великую цену за грех. Когда сказано, что Он был умилостивление за наши грехи, это означает, что Его жертва удовлетворила гнев Божий. Поэтому Он высвобождал свой гнев, и Он в конце концов сказал, «Хорошо, это достаточно». И злость, гнев Божий, Он был удовлетворен. Поэтому Ишуа – Он умилостивление за наши грехи. Это немного отличается от того, что мы когда думаем, о том, как Бог простил наши грехи. Но это то, о чем нас учит Библия. Мы идем к шесть С. Он строитель наш. Что Он делает на небесах? И Он говорит нам об этом в Иоанна 14 главе в первых трех стихах. «Да не смущается сердце ваше. Веруйте в Бога, и в Меня веруйте. В доме Отца Моего обителей много. А если бы не так, я сказал бы вам, я иду приготовить место вам. И когда пойду и приготовлю вам место, приду опять и возьму вас к себе, чтобы и вы были где Я». Он такой великий строитель. И Он строит дома для всех нас. Если мы верны Ему, мы переносимся от этой жизни на небеса, там будут обители, места, где мы можем жить, которые и использовать. И это не будет нашим последним местом. Потому что все это происходит перед воскресением из мертвых. А воскресение из мертвых произойдет после этого. И тогда мы увидим, как все будет происходить. Но будет новая земля и новое небо. И мы знаем, что там не будет ничего, кроме праведности. И 7С. Мы видим, что есть ожидания. И мы можем прочитать отрывок в Матфея 25. Мы не будем. И там сказано, что когда Он придет, все ангелы будут сидеть с ними, и Он будет на Своем троне. И есть такое ожидание, что Иешуа, Он вернется. Второе пришествие. И когда Он придет, Он будет судить народы. И они будут все подчиняться Ему. И Псалом 2, мы читаем в 8 стихе. Проси у Меня, Господи, у Меня и дам народу в наследие Тебе и пределы земли во владение Тебе. Все человечество, все народы будут подчинены, послушны Ешуа. Они не знают, не имеют это понимание сейчас. Мы, возможно, у нас не будет Третьей мировой войны, если бы они сейчас это знали. Но если человечество будет в бунте перед Богом продолжаться, то тогда у нас произойдут любые катастрофы. И переступаем к следующему разделу, который касается, опять же, спасения. Я хочу, чтобы мы рассмотрели служение, которое занимал Ешуа. Какую роль или роль исполнял Он в Божьем задуме? Какие взаимоотношения Он имел с Божьим народом? Ну, первое, что мы видим, что Ешуа как пророк. Он настоящий, истинный пророк. А кто такой пророк? Тот, кто говорит от Бога. У него есть послание от Бога. И Он передает Божье послание Божьему народу. И Он будет, как Тора говорит, таким пророкам, подобенному Моисею. И мы сейчас подрочитаем отрывок 18-й главе Второзакония. И мы увидим, что Он занимает место Моисея. И Он становится тем, кто дает Божий закон Божьему народу Израиля. И мы читаем с 15-й стих, а потом с 18-й по 19-й. «Пророка из среды Тебя, из братьев Твоих, как Меня, воздвигнет Тебе Господь, Бог Твой. Его слушайте». И 18-й, 19-й. «Я воздвигну им пророка из среды братьев их, такого, как Ты, и вложу слова Мои в уста Его, и Он будет говорить им все, что Я повелю Ему. А кто не слушает слов Моих, которые пророк тот, будет говорить Моим именем, с того Я взыщу». И тут Моисея говорит Божьему народу, что Бог пошлет нового пророка вам. И Бог вложит Свои слова в Его уста. И Он будет говорить все то, что Бог Ему заповедует говорить. А что Ешуа сказал? «Я говорю все то, что Бог Отец мне дает говорить». «Я делаю все то, что Отец мне говорит делать». Он был полностью послушным пророком. И в этом же отрывке потом Моисей также дает предупреждение. «И кто не будет слушать слов этого пророка, Бог будет взыскивать с него». И мы говорили о подобной ситуации вчера вечером, не так ли? Когда у Бога есть царь, который помазан, и Бог ожидает, что народ Его будет послушен этому царю. Когда у Бога есть первый священник, который будет приносить жертву за народ, за грех, и ответственность народа принимать этого священия, и чтобы принять жертву за свои души. И Моисей говорит, когда Бог пошлет вам пророка, «Это ваша ответственность — слушать Его». Потому что, если вы не будете, у вас будут большие проблемы с Богом. Это очень сильное предупреждение Моисея в Торе. И в 20 мы видим, что Иешуа Он старший над пророками. Он глаз Божий. Глаз Божий. Он Слово Божие. Он свидетельство Божие. Он провозглашение Божие. Он полное провозглашение Божие. Он полное предоставление. И мы в 1 Иоанна видим с 29 по 31 стих. «Над другой день видит Иоанн, идущего к нему Иисуса, и говорит, «Вот Агнец Божий, который берет на себя грех мира, сей есть, в котором я сказал, за мной идет муж, который стал впереди меня, потому что он был прежде меня. Я не знал его, но для того пришел крестить в воде, чтобы он явлен был Израилю». И Иоанн Креститель был великим пророком. Но есть тот, кто выше этих пророческих способностей. И это был Иешуа Хамашиах. У нас согласно часам 12 минут, а кто-то показал 5 минут. У нас 12 минут, правильно? We have 12 минут. Я хочу просто убедиться, что я вас не игнорирую. 2b. Иешуа также он священник. И мы знаем, называем его первосвященником в храме. Мы к этому вернемся. И он также священник по чину Мелхиседека. И мы видим в Псалме 109, 4 стих. «Клялся Господь и не раскается. Ты, священник, вовек по чину Мелхиседека». И этот стих, который взят в Псалме, он цитируется в книге Евреям, послании Евреям 7.17. И это очень интересно, потому что мы не знаем, откуда взялся Мелхиседек. У нас нет записи его родословия. Мы не знаем об этой группе, народности. Он просто появляется в Писании, как царь праведности. И таким же образом у Иешуа не было такой естественной родословия. Он был рожден от Духа Святого через Деву. Это было такое божественное провозглашение его личности. И он был тот, кто почтил Авраам. И все семя Авраама, дети Авраама, Исаака и Якова, есть народ Израиля, ответственны, чтобы почтить царя праведности, так как и Авраам это сделал. Но это не только царь по чину Мелхиседека, но он посредник и ходатай. Это у нас сейчас 20. Из 14 по 16 стих, 4 глава евреям. Итак, имея первосвященника великого, прошедшего небеса, Иисуса, Сына Божия, будем твердо держаться исповедания нашего. Ибо мы имеем не такого первосвященника, который не может сострадать нам в немощах наших, но который, подобно нам, искушен во всем, кроме греха. Посему да приступаем с дерзновением к престолу благодати, чтобы получить милость и обрести благодать для благовременной помощи. Аминь. И мы здесь видим, что Иешуа первосвященник на небесах. И этот первосвященник, он наравне с нами. Он может сочувствовать нам. Потому что он жил как человек. Полностью Бог и полностью человек. И он также был искушаем так, как и люди искушаются. Но он не согрешил. Но он знает силу искушения. И как наш первосвященник, он просто сроден нам, равен нам. И он дает нам милость и благодать, чтобы помогать нам во время нашей нужды. Это очень такой самый удивительный, который можно было представить первосвященник. Он был вечно назначенный первосвященником. И когда мы, если мы увидим это в Трице, в Евреям пятая глава, тут мы видим, что он Сын Божий, и он действует как помазанный первосвященник. Четыре С. И он действует как Коэн Гадоль, как первосвященник вечно. И он никогда не выходит на пенсию, не устает. Он не берет перерыв. Он всегда в работе. Он смотрит за нами. И мы всегда можем полагаться на Него. Он не изменяет свои мысли. Он наше основание для лучшей надежды. И он исполняет свою первосвященческую роль. И я попрошу вас прочитать это длительный отрывок позже. Хорошо. Дальше, я подниму до 9Б. 3Б. Нет, я хочу подниму... Что это? Нет. Нет, я хочу подниму... О, я у меня есть некоторые петли, я думаю. Да, моя машина... У меня сделали ошибки. Я могу... Хорошо, что у вас есть для... 5С 4 3Б 3Б, кинг. Кинг? Кинг, yes. Okay. So, we... We discussed the king at length yesterday. So, it would be much the same on that. То, что мы вчера разговаривали о царе, это то же самое. Okay. And, next is... It's like Yeshua's sunships. Yeshua's sunships. It's 9A. 9A. Okay. Yeshua's sunships. Well, it seems as though my printout is off-kilter. So, I think what I'm going to do is... No, I have the larger outline. I'm going to go back to my outline. I'm sorry. Okay, and I'll work from this. Okay, I'm sorry. Okay, so, king... 3B is the king. 3B – это царь. And, of course, he is the promised eternal king who was sent by God. And we talked about this passage in Isaiah last night. How the eternal one is sent by God. And he establishes an eternal kingdom. We also see that the promised king was proclaimed by the angelic host. And when we read the beginning of Luke, or we see it in Matthew, And when we read the beginning of Luke, or we see it in Matthew, The angels are filling the skies, And they are heralding the coming of the Jewish Messiah. We also see in Revelation chapter 19, That Yeshua will be the second coming. He will come again. And when he comes again, he will come as the king of kings. And there will be no kings, And there will be no kings, No president, No prime minister, No prime minister, No politicians, That will be able to resist him. Because his master of the universe will be beyond dispute. And this brings us then to Yeshua's sonships. And we see that he is, He has four kinds of sons. And he is the son of God. One B, he is the son of God. Now, it is certainly true, When we say that he is born of a virgin. And the Holy Spirit of the Ruh HaKodesh came upon the virgin Miriam. And she conceived. And what was born in her, Was from God. And so, therefore, We can call Yeshua, Certainly the son of God. And he is the manifestation of the creator. And he is the manifestation of the creator. And because of David, for example, And because of David, Or Solomon, Were in the position, Right immediately under God. So God would be speaking, Perhaps to them, Even through the prophets. And God would be speaking, Perhaps to them, Even through the prophets. But it was their administrative responsibility. But it was their administrative responsibility. To carry out the will of God For the people of Israel. And so there was this close relationship Between the king and God. And so this is like a political term. Son of God. We see that he is also not only the son of God, But the son of man. And this means not only Ben Adam, Like the perfect human being. And the second Adam, The second Adam, To create a new civilization, Or a new creation of humanity. And the son of man also means, He is the judge of all mankind. But the son of man also means, He is the judge of all mankind. This is the name that is given to the judge in the book of Daniel. And it's a name that is given to the people of Daniel. And it's a term that Yeshua uses very much Regarding himself. And it's a term that Yeshua uses very much for himself. And he refers to himself as the son of man. He is the one sent from God to bring judgment upon all sin. He is also the son of David. Which means that he is in the proper monarchical line to become the king of Israel. We have in Matthew and Luke We have in Matthew and Luke Genealogies that go back to King David. And it's a term that shows that Yeshua was in line for the throne of Israel. And it shows that Yeshua was in line for the throne of Israel. Legally through Joseph But also physically through his mother Miriam. They were both descendants of King David. And the throne that is promised to David forever In 2 Samuel Will be seated upon by this one who is the everlasting Will be seated upon by this one who is the son of David. We also see that Yeshua is the son of Abraham. And this is through him all the people of the earth will be blessed. And the first verse in the New Testament Makes it clear that Yeshua is the son of Abraham. Now let's move to 10a. Let's move to 10a now. Now it's... Three minutes more. Three minutes more. Okay. Do you have a three-minute sign there? Do you have a three-minute sign there? Do you have a three-minute sign there? Okay. Okay. All right. Okay. Let's... No, no. It's a break for three minutes. You mean three minutes ago? Uh-huh. Oh, three minutes ago? Uh-huh. Well, let's skip it then. We don't need it. Okay. All right. We'll take a break. 15 minutes, okay? 15 minutes. We'll take a break. Субтитры создавал DimaTorzok